Смотри на меня как на равного. В Магнитогорской организации Всероссийского общества слепых состоялся этап 21-го областного фестиваля самодеятельного художественного творчества инвалидов. Этот конкурс стал первым отборочным туром, победители которого затем отправятся на зональный, а далее на областной фестиваль. Подробнее о событии в сюжете Евгении Солохудиновой. В актовом зале нет свободных мест. В составе жюри профессиональные музыканты и заслуженные работники культуры. Этап областного фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по традиции проходит на самом высоком уровне и собирает множество участников. В Магнитогорской организации Всероссийского общества слепых свои номера для участия в конкурсе подготовили 45 человек. Жанры разные. И художественное слово, и танцевальное, и академическое пение, и народное пение, и эстрадное исполнение, ну и миниатюры будут. Участники фестиваля имеют ограниченные возможности по здоровью, но безграничную способность чувствовать мир. Они читают стихи о небе, которое никогда не видели, поют о звездах и красоте горящего металла. В свое творчество каждый вкладывает душу. Песни, посвященные городу и стране, подготовили для выступления участники вокального ансамбля «Иоланта» и вокальной группы «Дарю». Их руководитель Дарья Мачалина уверяет, ее подопечные с огромным удовольствием выбирали материал, разучивали песни и даже сами назначали дополнительные репетиции. Всегда у нас участники с таким большим желанием, ходят на занятия, очень активно учатся, прям такое удовольствие получают от этого. Очень, конечно, приятно прикоснуться к чему-то такому, что ты действительно видишь, что твоя работа приносит людям радость. Мы всегда с такой радостью спешим на все репетиции, потому что это, знаете, какой-то душевный подъем. Ну настолько все это здорово. Просто очень хочется этим заниматься. В первом туре отборочного 21-го фестиваля художественного творчества инвалидов члены жюри выбрали по одному номеру от каждого участника. С ними коллективы отправятся в Чесму, где 9 апреля состоится зональный этап фестиваля. А уже победители второго тура 18 мая встретятся в Челябинске, где будут определены областные победители. В том, что выступят более чем удачно, конкурсанты не сомневаются. В прошлом году члены Магнитогорской организации Всероссийского общества слепых привезли с этого фестиваля 8 дипломов лауреатов. Евгения Солохудинова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.